От болезни социального неблагополучия туберкулеза не застрахован никто. Считается, что 90% населения страны являются носителями главного возбудителя недуга – палочки Коха. Чаще всего форма спящая, но немало и тех, кто распространяет опасную болезнь в активной форме. Через поликлинику противотуберкулезного диспансера в год проходит 20 тысяч пациентов с подозрениями или опасениями. Еще 2 тысячи с подтвержденным диагнозом через стационар. Большинство наших пациентов – это люди из мест лишения свободы, люди с вредными привычками, наркозависимость, алкогольная зависимость. Каждый пятый, вновь выявленный больной туберкулезом, страдает ВИЧ-инфекцией. Но хочется отметить и другое, что, к сожалению, болеют и люди вполне благополучные – это и учителя, и врачи, и инженеры. Главный метод диагностики и профилактики туберкулеза – своевременная флюорография. Проходить ее нужно раз в год. На снимке будет четко видно, здоровы легкие или нет. Вот два снимка, что называется «почувствуйте разницу». На одном – образцовые показатели, на другом – тяжелая форма заболевания. В данном случае очень хорошо видно массивное субтотальное затемнение всего левого легкого с участками распада. И множественные очаговые тени в верхней части правого легкого – это массивное обсеменение. Рентгенологической картиной большинства форма туберкулеза является вот как раз вот этот туберкулеза – очаг, очажок, бугорок. И вот мы это хорошо видим, вот эти вот очаговые высыпания характерные для как раз туберкулеза. Только по снимку поставить диагноз невозможно. Есть целый ряд исследований. Но пройти их стоит. С этой болезнью шутить нельзя. Без должного лечения зараженной чахоткой человек не проживет и пяти лет. Лечение туберкулеза – очень сложный и длительный процесс, который занимает от полугода до двух лет. Большинству помогают таблетки. Остальным – хирургическое вмешательство. В областном диспансере четыре раза в неделю проходят операции. Стол пустым фактически не бывает. Мы удаляем часть пораженного легкого. Это могут быть разные объемы от резекции части легкого до удаления комплекса всего легкого. И плюс операции на пограничных, так сказать, органах и тканях. Это лимфатические структуры, кровеносные структуры, нервы и прочие вещи. Это только в классической литературе. Чахотка – болезнь романтическая, в реальной жизни очень прозаическая. И страдают ей в основном те, кто много пьют и мало питаются. А вот заражают они тех, с кем живут или просто с кем ездят в общественном транспорте. В среднем один больной туберкулезом может заразить 10-15 человек в год, которых он видит. Конечно, наиболее опасен он для тех, кто проживает вместе с ним. Поэтому мы считаем и рекомендуем настоятельно такому больному весь период времени, когда он еще заразен, находиться в стационаре, не уходить. Лечиться от туберкулеза хотят не все пациенты. Многие социальной ответственности не понимают. Их приходится убеждать судебными решениями, по которым они обязаны приходить в больницу и там, в присутствии медиков, принимать препараты. В лечебно-исправительное учреждение номер 8 попадают все осужденные Ивановской области больные туберкулезом. Сейчас здесь находится 96 человек, тогда как предельная наполняемость больше трех сотен. Осужденные больные туберкулезом женщины доставляются в другой регион. Здесь проходят лечение только мужчины. В больнице 8 колонии, что в селе Талице, сразу становится понятно, почему страдающие туберкулезом бегут от лечения, как от огня. 16 таблеток за прием. От некоторых тошнота, слабость, осложнение на печень. Тем не менее, без такого лечения смерть. В зоне тяжесть последствий объяснять умеют. У нас есть пациенты, которые, в принципе, приходят к нам уже не в первый раз, то есть они с хронической формой туберкулеза, которые как и на воле не лечились, так и у нас, в принципе, продолжают отказываться от лечения. Либо лечатся значительными пропусками, то есть это неправильное лечение. На свободе они объясняют это тем, что они заняты, времени на лечение у них нет. Многие жалуются на побочные эффекты, хотя против побочных эффектов тоже мы даем пациентам препараты, то есть это и от боли в печени, от тошноты. То есть такие побочные эффекты, конечно, могут быть. И у таблеток их большое количество получают они. Побочные эффекты могут быть. Мы стараемся их купировать. Раньше считалось, что зона – эпицентр туберкулеза. Так и было буквально 15 лет назад. В восьмом лечебно-исправительном учреждении содержалось 800 человек. Сейчас и условия жизни в колонии лучше, и народу в тюрьмах меньше. Но проблема не решена. Алексей заболел в колонии от инфицированного соседа по бараку. Его перевели в ЛИУ-8. Курс медикаментов уже пропил. Но для других еще опасен, поэтому срок коротает здесь, в отряде. Прошел курс лечения стационарно. Сейчас нахожусь на амбулаторном лечении. Изъявил желание работать. Был трудоустроен старшим дневальным отрядом. Врачи лечат хорошо, то есть через месяц я уже себя стал чувствовать лучше. В учреждении шутят. Если открыть двери туб-колонии, никто отсюда добровольно не уйдет. Условия лучше, чем в зоне. Работать не нужно, не положено. Кормят усиленно. На здорового осужденного приходится 90 граммов мяса в сутки. На зэка с туберкулезом в два раза больше. А молока в пять раз. Плюс дают фруктовые соки и творог. Роскошь. На утро в основном у меня идет молочная каша. На каждый день разнообразная пища каша. Так, на утро еще у нас идет у них творог, сок фруктовый и чай. Это на утро. На обед у них идет первое блюдо. Вот, например, сегодня суп гороховый, картофель тушеный с овощами на второе. Плюс консервы мясные. Мясные консервы. На третий компот хлеб. Смертность в зоне от туберкулеза очень низкая. Тяжело больных в основном актируют. То есть освобождает суд доживать на воле. И, как правило, умирают они уже в тубдиспансере. Там с показателями смертности похуже. Флюорография в зоне дважды в год. Регулярно осужденные сдают анализы. Кровь, мочу, мокроту. В лаборатории восьмой колонии проводят 24 тысячи анализов в год. Медикаменты для лечения все есть, аппаратура тоже, как на воле. Есть даже прогрессивные методы в процессе апробации. В зоне, как и на воле, борются с лекарственно устойчивой формой болезни. Мы проводим анализ. То есть в пробирке выращивается палочка. Добавляются антибиотики в среду. Они не действуют на эту палочку. Вот это и есть, в принципе, эту устойчивость. И препараты пятого ряда, которые самые сильные. В данный момент у нас два больных получают лечение в пятом режиме. Чахотка в регионе не побеждена, но отступает. Правда, врачи опасаются нового всплеска. Все чаще родители отказываются делать положенную малышам до года вакцину от туберкулеза. Не любят прививки, боятся последствий и не считают нужным их делать. А риск тяжелой болезни, например, туберкулезного менингита у детей, увеличивается. Фтизиатры не устают напоминать. Вакцину делать нужно, чтобы в будущем не допустить тяжелейших последствий. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.